Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, наверное, будет более короткий выпуск, чем предыдущий, потому что, ну, меньше, что есть сказать по игре с Ахматом. Так оно обычно всегда и бывает. Когда команда выигрывает уверенно, когда 5-0, когда все хорошо, и с первой до последней минуты не было вообще никакой нервотрепки, то и говорить, по большому счету, не о чем. Так оно, в общем-то, действительно всегда бывает. Мне еще мой детский тренер по борьбе говорил то, что одно поражение дает больше, чем там 10 побед, потому что, когда ты проигрываешь, ты начинаешь разбирать ошибки. Вот здесь что-то пошло не так, вот здесь что-то пошло не так. Когда выигрываешь, у тебя все хорошо, ты хочешь просто радоваться и думать, что теперь на вершине ты будешь примерно всегда. Локомотив выиграл у Ахмата 5-0, забили первый гол на седьмой минуте, последний гол на девяносто какой-то там пятой минуте. И действительно просто катком прошлись по грозненской команде, команде крепкой, команде, которая в этом сезоне еще не проигрывала, у них было две ничьи и победа. Так что сказать о том, что соперник был легким, тоже довольно сложно и не приходится. Но давайте все же разберем кое-какие моменты, хотя они опять же будут немного повторяться с тем, что я говорил по матчу с Ростовом. Но кое-что новенькое у нас тоже есть. Давайте пару слов о том, что несмотря на то, что YouTube очень сильно замедляется в России, настолько сильно, что даже практически не работает, я все равно продолжу выкладывать ролики вот сюда, вот на этот канал. Поэтому подписывайтесь, поэтому ставьте лайки, общайтесь в комментариях. Будем пока встречаться вот здесь. Здесь, если совсем уж будет плохо, ну, будем искать какие-то новые точки встречи. В телеграм-канале я всегда обо всем пишу, выкладываю анонсы, анонсы стримов, видосы, когда выходят, какие-то статейки, если порывает меня о чем-то написать. В общем-то, тоже на телеграм-канал подписывайтесь, ссылки все в описании есть. Буду вас сильно ждать. Недавно 2000 подписчиков пробили. Очень-очень приятно. Вот, собственно, локомотив Ахмат. И на этот матч Галактенов оставляет практически тот же самый состав, что и на Динамо, за одним единственным исключением. И это единственное исключение, оно, в общем-то, ключевое вообще во всей этой истории. И то, которое, ну, было абсолютно непонятно в матче с Динамо. Владислав Сарвелли, человек, к которому я отношусь хорошо, я считаю его достаточно хорошим футболистом, уступает место десятке в схеме 4-2-3-1 или второго нападающего в схеме 4-4-2. У нас базовая схема, она вот такая, немного варьирующаяся. При обороне Батраков или Сарвелли были вторым нападающим. При атаке они все-таки находились под нападающим, под Воробьевым, принимали скидки или из глубины начинали атаки. Вот, собственно, место Владислава Сарвелли занял Алексей Батраков, а место в опорной зоне занял Артем Карпукас. И это вещь, которая меняет абсолютно все. И то, что я, конечно, никогда не смогу понять в матче с Динамо, почему и как Галактенову в голову вообще пришло, что на Динамо можно выходить с парой опорников, Батраков, Баринов и Сарвелли в качестве атакующего футболиста. Но вот, к сожалению, за это мы все поплатились. Можем только грустить о том, как оно было бы, если бы Батраков в том матче вышел на позиции вот этой вот десятки. Ну, наверное, он как-то получше бы реализовал те моменты, которые были у Сарвелли. Наверное, он как-то получше бы сам организовал моменты для партнеров. Но что было, то было. После этого был матч с Ростовом, где мы увидели шикарного Батракова, который, ну, на мой взгляд, провел против Ростова шикарнейший матч и создал большое количество моментов для партнеров. Но все эти моменты для партнеров ничем особо хорошим не завершились. Гол забил Вадим Раков с отскока от то ли Баринова, то ли пятки игрока защитника Ростова. Но матч с Ахматом уже был полным бенефисом Леши. И то, что зарождалось в матче с Ростовом, уже полностью раскрылось в игре с грозненской командой. В частности, три голевых передачи, один забитый гол на 94-й минуте. Все это стало логичным завершением вот этой самой вот истории, в которой Алексея Батракова наконец-то двинули вперед из опорной зоны. Честно говоря, весь год удивлялся тому, зачем Галактионов сует Батракова в опорников. Да, Батраков может сыграть опорника, ему позволяют физические данные, он третий матч подряд лидер по пробегу или четвертый, не знаю. Ну, видимо, третий матч подряд по пробегу лучше абсолютно в нашей команде. Он может играть опорника, он не убирает ноги, он читает игру, он перехватывает мячи, но, конечно, вся сила Алексея может раскрыться тогда, когда он играет близко к чужим воротам. Вот он сыграл с Ахматом и показал, на что способен, и это, я уверен, еще далеко не все, потому что, ну что, две голевых передачи с штрафного, с углового и одна достаточно простая передача на Вадима Ракова. А Батраков умеет еще больше, Батраков умеет разрезать, как мы это видели в матче с Ростовом, когда он чуть ли не со своей половины поля разрезал оборону Ростова и вывел Самошникова один на один. Он умеет делать длинные передачи, такие, которые выводят игроков, там, за спины забрасывает защитником, и там, тот же Вадим Раков убегал от всех, забивал голы. То есть, мы еще не видели всего Арсенала Алексея Батракова, но даже то, что мы увидели, это уже очень и очень круто. Но не буду я сильно распространяться об этом. Поговорил я уже в матче с Ростовом, в видео после матча с Ростовом о том, что у нас классная молодежь, следить за ней очень здорово, Локомотив играет в вертикальный футбол, и это все тоже очень-очень приятно смотреть. И Вадим Раков, который получил наконец-то нормальное количество игрового времени с грозненцами, вышел и показал, как нужно решать моменты, когда у тебя мяч на правом краю атаки, пробрасываешь, бьешь в дальний угол. Ну, вот при всей, опять же, при всей любви к Илье Самошникову, который провел очередной шикарнейший матч, но вот не умеет он этого. Он не правый фланговый атакующий игрок. Раков умеет. Раков показал, что вот, у него есть момент, он его реализовывает. Самошников заработал пенальти, глупость совершенно какую-то сделал бы Гасавац, пошел в этот подкат, влетел в Самошникова. Пенальти абсолютно стопроцентный. Но, ну, вот мы, наверное, вот я понимаю, может быть, и вы понимаете, что, ну, не случись этого подката, Илья Самошников не сделал бы из этого опасного момента, потому что у него было еще, по-моему, два момента с обходом в штрафную, и они заканчивались тем, что Самошников каким-то вот таким вот не очень координированным движением, корявеньким движением посылал мяч ближайшего защитника. И вот в этой ситуации то же самое должно было быть, но Гасавац, к счастью, к нашему всеобщему, влетел в Самошникова, и мы получили право на пенальти, который реализовал Воробьев. Воробьев, три матча, три гола. К сожалению, тоже есть у меня определенные опасения, связанные с Дмитрием Воробьевым по последним матчам. Он стал играть гораздо дальше от штрафной площади, чем было в матче с Акроном, где у него как раз было много голевых возможностей, и одной из них он воспользовался. Вот в матче с Ростовом, ну, в меньшей степени с Ростовом, потому что он вышел на последние минуты, на последние, там, сколько, 15-20 минут, и вот в матче с Ахматом особенно сильно было видно то, что из-за особенностей схемы Воробьев играет довольно далеко от штрафной, и ему, ну, вот он больше как распасовщик, как Батраков играет, помогает другим забивать, нежели забивает сам. Вот. Ну, к сожалению, наверное, результативность Воробьева в ближайшем будущем будет снижаться, но по-прежнему это все равно тоже очень хороший футболист, и тоже пришелся в пору к Локомотиву, потому что, как оказалось, я не очень в это верил, и я не знал Воробьева по Оренбургу, знал только по нарезке, и мне показалось, то, что Воробьев игрок, ну, не самый богатый на выдумку. Оказалось, то, что Воробьев очень тонко игру понимает, отлично открывается под передачи, отлично отдает эти самые передачи, и это продолжается вот уже все матчи, которые мы видели с его участием, официальные матчи, так что, ну, можно сказать, что с Воробьевом попали в точку. Ну, конечно, хвалим Жарзинонь Емси, который, наконец-то, открыл счет своим мячам, мы долго этого ждали, большой гигант, французский, должен был показать, то, что он доминирует на втором этаже, но в основном показывал то, что он как раз на втором этаже борьбу проигрывает, и в этом матче тоже был момент, где он на втором этаже борьбу проиграл, но вот, наконец-то, нужен был ему оказывается Алексей Батраков с его филигранными подачами со штрафного и главого, чтобы Жарзинонь Емси просто вколачивал с трех метров мяч в сетку, и ничего с ним не могли сделать. Это есть у него, его сдвинуть с места очень тяжело, поэтому, если мяч прилетает ему в голову, то Емси спокойно этот мяч вколотит. Вот это тоже приятный момент, возможно, мы увидим еще довольно много голов Емси, если действительно Батраков научится и поймет, в какую черноголовую макушку нужно навешивать. Рад, рад за Емси, и, наверное, особенно тоже некоторые отметили, что команда очень сплоченная, посмотрите на то, как они празднуют голы, как, не знаю, обнимают все Емси, как они обнимали Ракова, который забил, как они обнимали Батракова, как Емси Ракову что-то втолковал, уж не знаю, на каком языке, но, то есть, видно то, что команда не разбита на какие-то компании, которые между собой общаются, кто-то с кем-то не общается, все абсолютно радуются, и все очень подбадривают друг друга, и стараются друг другу помогать забивать голы. В общем-то, это очень приятно. Наверное, нужно пару слов сказать про тактическую схему, потому что я очень много посвятил тактической схеме в ролике про матч с Динамо, и действительно, Локомотив продолжает играть по схеме с двумя центральными защитниками, как базовая структура, но эти 4-4-2 или 4-2-3-1, они очень сильно отличаются от тех 4-4-2, которые у нас были с Динамо. Я, наверное, прихожу к мнению, что матч с Динамо был просто неудачной пробой пера, что не успели ее натренировать и не успели игроки понять, что нужно делать. Если помните, я вам показывал прям слайды, где подключался игрок по левому флангу Динамо, а Самошников, который был правым атакующим игроком нашей команды, это абсолютно игнорировал и шел куда-то в центр. Вот в матче с Ахматом эта история была исправлена. И теперь, когда богосавац у Ахмата подключался по левой бровке, Самошников шел за ним и садился пятым защитником. И, в принципе, очень часто локомотив переходил со схемы 4-4-2, которая была в обороне, на схему с тремя центральными защитниками. Там уже могли быть различные вариации. Там было и 3-4-3, и 3-5-2 в какой-то стадии развития атаки. И, например, третьим центральным был Нинахов. Когда зарабатывали штрафной удар, с которого забивал Немси, когда Батраков подал, вы увидите, что третьим центральным был Дмитрий Баринов, который делал передачу вперед. Во втором тайме сначала Пеняев садился пятым защитником, потом Вадим Раков садился пятым защитником. То есть, эпизодов, когда мы играли в три центральных защитников по всему матчу было разбросано очень много. Обычно это было или когда подключался фланговый игрок Ахмата к атаке, и тогда Самошников помогал Нинахову или Пеняев помогал Самошникову, либо когда мы начинали свои атаки. Здесь Нинахов практически никогда не ходил вперед, он оставался вместе с Фасоном и Немси, они разыгрывали мяч, а Сельянов и Самошников уходили уже далеко вперед. В общем, примерно так, как ты играл Локомотив, этот гибрид и такой гибрид конечно имеет право на существование это довольно сложное перестроение поэтому Локомотиву нужно много учиться играть в этой схеме но окей я это допускаю я думаю что в таких построениях в принципе Локомотив может себя нормально показать но проблемы все равно остаются эти проблемы я озвучил да это Самошников который играет на правом фланге атаки но теперь его может подменить Раков и мы видим то что Раков на этой позиции вполне себе боеспособен а Самошников можно соответственно оттянуть назад правым защитником или третьим центральным но остается проблема с левым атакующим игроком потому что Сергей Пеняев ну я думаю что вы уже все прекрасно видите что Сергей Пеняев того образца который был с Акроном и Сергей Пеняев трех следующих матчей это абсолютно разные футболисты и проблема Пеняева не в том что он плохой футболист проблема Пеняева в том что он получает мяч стоя достаточно далеко от штрафной соперника практически на самой боковой линии раз за разом он получает мяч стоя на этой самой боковой линии и дальше что-то начинает пытаться придумывать а Пеняеву ну лично на мой вкус надо категорически запретить получать мячи стоя ему нужно вот только на ход давать а если Пеняев получает мяч то он должен сам моментально рывком куда-то идти не получился рывок ну и бог с ним но ни в коем случае нельзя стоять на месте стоящий на месте Пеняев это бесполезный футболист и к сожалению в матче с Ахматом ярким прекрасным потрясающим в котором ну практически все отметились чем-то очень интересным чем-то хорошим да там Крапукас шикарный матч провел Баринов хороший матч Батраков гениальный матч Воробьев там голым отметился Самошников классный да а вот а вот Пеняев которому казалось бы раздолье который Ахматов любит забивать вот сегодня вчера точнее я записываю ролик в понедельник вот к сожалению Пеняев ну вот пару раз вошел в штрафную после того как ему Батраков с углового короткую передачу давал и Пеняев ходил в штрафную смещался бил с острого угла Шелия отбивал ну вот как-то так наверное это все чем запомнился Пеняев это проблема при том что Пеняев футболист классный и может создать головную боль для любой команды российской премьер-лиги но не на этой позиции вот что-то нужно с этим делать что-то нужно с этим придумать кстати даже в этом матче если брать именно игровые ситуации не те которые со стандарта Пеняеву Батраков создавал самый опасный момент был в самом начале второго тайма когда Пеняев перешел именно на правый фланг ему выкатили он вошел под углом в штрафную и пробил в ближний угол немножко не попал но по крайней мере да это что-то живое было от Пеняева в этой игре так что даже правый фланг ему наверное более удобен чем левый но об этом мы много говорили в прошлом сезоне и та и другая позиция ну мягко говоря не то что Пеняеву нужно не то что было в первом матче этого сезона с Акроном про проблему Воробьева я уже сказал да что теперь в этой схеме он вынужден играть гораздо глубже чем он играл в схеме 3-5-2 когда у него был постоянный партнер по атаке рядом с ним сейчас Батраков уходит глубоко и Воробьев тоже уходит достаточно глубоко короче непосредственно рядом со штрафной там где раньше Воробьев получал возможность получить мяч на линии штрафной обвести защитника и пробить сейчас у него просто таких возможностей нету он либо совсем штрафной ждет прострелов либо очень далеко от штрафной пока до нее добежит у него 5 раз мяч отберут вот мне все-таки хочется чтобы Воробьев играл ближе к воротам вот но есть еще проблема которая вот отчасти решается тем что у нас опускается пятый защитник но когда этого не происходит когда мы вынуждены обороняться двумя центральными защитниками и опорниками ну проблемки возникают особенно если кто-то из центральных защитников косячит в данном случае косячил Лукас Фасон вот говорил тоже о том что не нравится мне пока как выглядит Лукас Фасон и к сожалению он получил травму судя по всему это надрыв или разрыв мышц задней поверхности бедра так что там недельки 3 мы его с вами не увидим но в данном случае фамилия она не играет роли на месте Фасона мог бы быть не МС или Морозов вот просто сама по себе проблема в том что когда мы играем в два центральных защитника если один из них ошибается то подстраховки практически уже нет и вот мы это видели в том числе в матче с Ахматом когда он упал на ровном месте лечит Судалаев при счете 1-0 вошел в штрафную ударил в дальний угол не попал вот Раков в этой ситуации попал Судалаев не попал моменты примерно одинаковые и очень-очень опасные с этим тоже нужно что-то делать когда мы играем в три центральных защитника там все-таки плотность побольше и даже ошибка одного защитника чаще всего приводит к тому что сопернику нужно еще одного как минимум защитника обыграть а там пока он начнет обыгрывать и третий подойдет там уже и крайние защитники соберутся опорники могут успеть короче вот с этим есть проблемы и я думаю что они тоже будут продолжаться но нужно сыгрываться нужно продолжать наигрывать вот это смещение пятого центра пятого защитника с позиции правого атакующего но понятное дело что он не успеет если это какая-нибудь быстрая атака или какая-нибудь неожиданная потеря от центральных защитников да то есть он уже успел убежать вперед к чужой штрафной а тут обрез естественно назад через все поле он вернется только секунд через 5-7 это проблема и с этим нужно что-то придумать нужно что-то делать к сожалению вот у нас опорная зона она в том виде в котором есть прекрасный Карпукас нашел себя нашел свою форму да его опять заменили там на Митая и Митый тоже классно сыграл но все эти игроки что Карпукас что Баринов что Митый это игроки которые нацелены на атаку они стараются играть вперед они стараются бегать вперед а назад и на страховку центральных защитников они успевают далеко не всегда и вы можете видеть эти дыры они возникают постоянно они возникали и с Динамо в большом количестве в чуть меньшем с Ростовом и в чуть меньшем с Ахматом просто потому что ну видимо Ростов и Ахмат команды меньше уровнем чем Динамо вот но за то что безумно нравится это атакующий задор Локомотива это вертикальные атаки Локомотив прет вперед Локомотив практически не контролирует мяч мы по-моему по владению проиграли все игры этого сезона мы меньше владели чем Акрон чем Динамо и чем Ахмат насчет Ростова не знаю и это хорошо Локомотиву сейчас не надо владеть мячом и в этом плане меня постоянно возвращает к мысли о том что ну такой футбол невозможен было бы останется в нашей команде например Антон Миранчук или Максим Глушенков если вы вспомните матчи этой весны это довольно тягучий футбол в исполнении Локомотива да это мастеровитые футболисты да и Миранчук и тем более Максим Глушенков футболисты которые могут в одиночку решить судьбу эпизода но это футболисты которые привыкли контролировать мяч ну по крайней мере в Локомотиве в той в Ростоноке в которой их использовал Галаксионов да то есть тот же Максим Глушенков мог получать мячи где-то в центральном круге или там ближе к правой бровке пойти на защитника обрезаться остаться на месте подождать пока мяч отберут снова получить мяч куда-то продвинуться сделать какую-нибудь передачу там снова потерять мяч а на пятый-шестой раз он получит этот мяч рядом со штрафной и забьет гол или там сделает голевую передачу такое с ним было нередко сейчас вообще нет этого мы практически исключили там поперечные передачи мы очень мало у нас атак где там не знаю 10-15-20 передач делаются 3-4 передачи довели мяч до штрафной в эту штрафную отпасовали не получилось отошли назад или запрессинговали получили мяч снова еще раз попробовали вперед в атаку сыграть мне это вызывает только самые положительные эмоции мне очень нравится когда Локомотив играет вот именно таким образом собственно ну вот и все что я хотел сказать да не очень информативный выпуск просто я очень рад такому Локомотиву Локомотив сейчас находится на четвертом месте 6 очков выиграли 3 из 4 матчей на старте впереди Динамо Махачкала домашний матч в котором тоже Локомотив обязан одерживать победу одержит или нет не знаю но то что Локомотив много создаст будет много моментов ворот Махачкалы я практически уверен сможем реализовать или не сможем но это уже как фишка ляжет ну надеюсь что эксперименты Галактионова с составом закончились да нужно будет фасонность заменить видимо на Евгения Морозова но это тоже все в прошлом сезоне по весне мы отрабатывали и соответственно ну наверное сейчас главная загадка это сколько времени получит Вадим Райков после того как он забивает два раза подряд с выхода на замену в свое время Исидора мариновали матчи 6 для того чтобы выпустить его наконец-то в основном составе и выход в основном составе Исидора вообще не удался вот он забивал забивал с выходов на замену потом вышел в основе и как пропал с поля вот интересно поставят ли Ракова играть на правом фланге атаки потому что на мой взгляд сейчас лучшей кандидатуры просто нет при всей опять же вот при всей классности Ильи Самошникова при всей его активности при всей классной физической готовности но что делать с мячом получив его на краю на правом краю штрафной он как не понимал так и особо не понимает и вряд ли уже поймет ему нужно либо слева атаковать но этот фланг занят Сильяновым хотя тоже Сильянов не сказать что в какой-то потрясающей форме либо уж из глубины играть как он играл весь второй тайм тоже сыграл очень здорово вот ждем Махачкалу и до встречи через неделю надеюсь что в воскресенье будет ролик и ничто не помешает мне его с хорошим настроением записать всем пока до встречи пока Продолжение следует...